Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. Сегодня у меня в гостях вновь прекраснейшая Анастасия Дузина, чемпионка фитнес-бикини, тренер фитнес-клуба «Качалка» и персональный тренер фитнес-клуба «Качалка». Да, Настя, привет. Привет, привет. Ну что, наступило лето, хорошая погода, наконец, пришла в Киров. Очень приятно, что она прям жаркая такая уже в мае. Да, и мы с Анастасией сегодня как раз хотим поговорить о тренировках летом. Да, о летних видах активности. Так точно. Да, и начнем с того, что на самом деле, ну вот я с Настей до эфира поделилась своими ощущениями, что странно видеть в зале людей, которые ходят там, бегают на беговых дорожках часами и часами, хотя это можно сделать, в принципе, и на улице. На улице, казалось бы, да? Да, казалось бы. Но Настя меня вот сейчас, наверное, будет переубеждать, и я с ней, наверное, буду соглашаться, потому что она меня уже начинает заражать от этой вот идеи. Да, Настя, на самом деле, стоит ли переносить тренировки из зала на улицу полностью? Ну, как всегда, во-первых, отталкиваемся от предпочтений, во-вторых, отталкиваемся от имеющейся данности. Во-первых, от погоды, наверное, да? Да, от погоды. Дождик даже, ты знаешь, не такая большая помеха, как, например, вот эти вот пылевые вихри, которые недавно были у нас на улице. Поэтому люди и остаются, в общем-то, в залах. По привычке ходят, по привычке тоже такой немаловажный факт, ходят по дорожке, потому что кардио делать надо, куда-то нужно энергию расходовать, полученную чрезмерным употреблением пищи, ну, зачастую. Шашлыками от майских праздников. На майских праздниках, да. На улице, например, погода не располагает. Тогда, конечно, мы остаемся в зале. Ну, и силовые тренировки тоже никто не отменял, о чём мы тоже с тобой поговорили перед эфиром. Силовые тренировки должны бы остаться по-хорошему, потому что силовые тренировки – это наращивание мышечной массы, которая, опять-таки, увеличивает затраты энергии в покое. Больше мышц, больше мы можем себе позволить, опять-таки, скушать, потому что наш базовый метаболизм, он выше. Вот так. Да, и ещё очень важный факт. Да, мы с тобой начали об этом уже говорить. Хочу это для слушателя отдельно подчеркнуть. Что если есть соблазн и желание всё-таки покинуть зал для кардиотренировок, ну, и вообще принести тренировки на улицу, то есть решить, что нет, я буду только бегать, да, что вот Анастасия, как специалист, утверждает, что это делать не очень хорошо. Да, я как настоящий тренер тренажёрного зала, я, конечно, за железо, а я за то, чтобы делать силовые тренировки всё-таки, несмотря на то, что вы делаете, например, три раза кардио на улице. Но давайте не будем даже это называть кардио, это будем называть просто видоактивности, или вот мы гуляем. То есть даже тренировкой лучше не называть. Да, да, давайте не будем. А вообще некоторых, мне кажется, пугает слово тренировка. То есть у нас же не все фанатики фитнеса, как я, например, да, как мы с тобой тоже, Веру, часто уже знали. Поэтому, да, я могу тебя причислить. Вот, некоторых пугает слово тренировка. Я с удивлением это обнаружила недавно на моей, опять, очередной учёбе. Снова учусь, вятгу уже теперь на факультете физкультуры и спорта. Молодец. Вот. И поэтому не будем называть это тренировкой, пусть это будет просто активность дополнительная у нас. То есть мы поднимаем уровень базовой активности. И летом это сделать проще, чем зимой. Хотя у меня куча знакомых, которые зимой умудряются кататься на каких-то горках, какие-то сноуборды, у них что-то ещё, лыжи. Я вообще небольшой любитель холода и зимы, поэтому для меня зима – это только тёплое помещение. Для некоторых это в кайф, да. Да, некоторые это любят, поэтому только флагом в руки – здорово. А летом возможностей больше. Ну, мне это кажется, опять же, как небольшой любительница зимнего спорта. Вот. Мы тут можем и походить где-то, и побегать побольше, и поездить на велосипеде. И опять-таки у нас начнётся скоро плавание, что очень здорово. Плавать, конечно, можно круглый год, никто не ограничивает, есть бассейны. А тут можно будет вообще сделать это вот, пожалуйста, вышел. Ну, в Вятке не знаю, насколько удобно купаться. Ну, есть на пляжах, конечно, можно. И там иногда есть даже и места, где поглубже, и можно на самом деле поплавать. А ещё течение, да, дополнительное сопротивление. С отяжелением. Вот, ну, лучше, конечно, это делать на карьерах. В отпуске на море. Прекрасно можно поплавать. На мёртвом желательно, где водичка держит. Да, да, там повышенное содержание солей, соответственно, вода держит хорошо. Ой, мёртвое море – это вообще отдельная история. Очень говорят, это всё полезно. Не сомневаюсь. Как раз-таки из-за вот минералов, содержащихся в воде. Да, мы потом ещё об этом как-нибудь поговорим с кем-нибудь. Может быть, не с тобой. Я думаю, что, скорее всего, не со мной. Да, ну, давай об активностях. Чем летом можно заниматься на улице? Чем ты рекомендуешь? Ну, вот о чём мы уже сказали, что самое доступное – это, во-первых, у нас ходьба. Во-вторых, велосипед. И поговорим ещё о плавании, так как всё-таки лето, и хотелось бы. Ну, это могут быть ещё какие-то командные, например, игры, которые можно также на пляже развести. Давай сначала про Киров. Поскольку мы здесь находимся, и не у всех есть возможность выехать, то как можно максимально приблизить себя, свою форму поддерживать, восстанавливать, может быть, кому-то приходится после зимней такой спячки, к лету приводить себя в порядок с помощью улицы. Ну, конечно же, мы в кавычках и говорим по звёздочкам здесь, потому что не забываем про ещё тренировки в зале. Про тренировки в зале, да. Ну, это для тех, кто вот уже занимается, кому есть что поддерживать или кто хочет только начать. Но летом мало кто начинает вот. В основном это бывает весна, бум, и перед Новым годом, вот с осенью, с началом осени люди приходят в зал. Но вернёмся, да, к базовой активности, то, что мы решили не называть тренировкой на улице. То есть суть в чём? Суть в том, чтобы увеличить расход калорий. То есть это вот наше простое базовое уравнение. Расход калорий и потребляемые калории. То есть одно, когда начинают увеличивать, превышать другое, то мы либо набираем вес, либо снижаем вес. То есть, соответственно, здесь мы хотим увеличить расход калорий, ну, если мы не будем трогать питание. Мы хотим увеличить расход калорий, тем самым либо снизить вес, либо оставить его на том же уровне, как бы потребляя, например, чуть больше еды. Вкусный, надеемся. Мороженое, пирожные. Ну, да, это, конечно, отдельная история питания. Вот. И что нам может в этом помочь? Есть, во-первых, конечно же, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, такие вот тоже базовые, которые каждый человек должен соблюдать, во-первых, для профилактики даже заболеваний. Есть сердечно-сосудистые системы и так далее. Это 15, не менее 15 тысяч шагов в день. Ой, 11, прошу прощения. 11 тысяч шагов в день. Да, не менее. Есть специальное приложение, да, если у кого-то нет фитнес-браслетов, они сейчас очень популярны, есть приложение в телефоне. Да, на телефоне у всех, но единственное здесь, что телефон не всегда берешь с собой. Иногда ты его где-то в сумке положил на работе. А вот надо приучиться как-то. Если уж решили следить за собой согласно Всемирным стандартам здравоохранения, то надо следить за собой. То надо следить за собой. Ну, лучше, конечно, браслет. То есть ты его все равно везде уже не снимаешь и везде с собой носишь. Также это не менее 30 минут в день ходьба должна быть. И не менее 5 километров. Все показатели разные. То есть у меня немножко это в голове не укладывается, но вот такие данные есть. То есть Всемирная организация здравоохранения, она заботится, хочет, чтобы наши сосуды были здоровы, сердце. Когда мы двигаемся с вами, каким образом это все происходит. То есть улучшается кровообращение, улучшается микроциркуляция даже в том числе. То есть органы и ткани лучше снабжаются кислородом. Это вот сейчас в общем про физическую активность. И, конечно, что нас еще радует в ходьбе, например, она доступна всем. Она доступна всем, и противопоказаний у нее не так много. Это может быть варикозное расширение вены. То есть если у вас плохой отток крови от нижних конечностей, то, конечно же, вам тут либо компрессионное белье в помощь, чулочки, да. Потом пришли домой, их сняли, ножки на стенку закинули, чтобы кровь оттекала от ног. Можно контрастный душ, контрастные ванны. И еще одно, ну не скажу, что противопоказание, но как бы с осторожностью. Если вы знаете, что у вас есть какие-то боли в пояснице, протрузии, грыжи, то здесь тоже либо пользуйтесь каким-то поясом, либо вот с осторожностью, с аккуратностью следите за здоровьем, за тем, чтобы после длительной ходьбы у вас не возникало болевых ощущений. Да, и в любом случае обязательно рекомендуем консультироваться с специалистами, с врачами, да, с вашим лечащим врачом, потому что именно он знает, как программа научит. Да, но на практике очень мало кто пойдет к врачу спрашивать, можно ли мне ходить. Поэтому просто нужно быть внимательным к себе в первую очередь, если у вас возникают болевые ощущения, тогда уже... Потому что боль – это в первую очередь наш помощник. То есть боль – это всегда сигнал о том, что что-то идет не так в организме. Что-то нужно перестать делать. Да, и нужно обратить внимание. То есть боль – это такой звоночек организма, обрати на меня внимание, послушай меня. А мы же обычно выпили таблеточку без боли, еще и все хорошо. Все хорошо, забыли. Боль, между прочим, проходит. В это время в организме происходят какие-то изменения. То есть процесс вполне себе возможный, переходит из острого состояния в хроническое. То есть вот немножко отступая от темы, боль мы не игнорируем. Если вы чувствуете что-то, то это не просто так. Тема боли в тренировках, в физических активностях вообще очень важная тема. Ну да. Здесь важно еще не спутать боль. Вот, не спутать боль и предупредить ее. То есть как сделать так, чтобы она не появилась? Это возможно как-то предугадать это состояние? По внешним, по внутренним признакам. Конечно, конечно. Когда мы говорим о летних видах активности, вот легкое что-то, плавание, ходьба, велосипед. Но здесь велосипед, пожалуй, самый травмоопасный. Бег еще, бег мы с вами пока не трогаем, потому что бег это вообще отдельный разговор. Бегать нужно уметь. Бег это прямо вот целое искусство, я не побоюсь этого слова. Мы же как? Мы надели кроссовки новые, которые с огромной пяткой, которая... Ну, якобы амортизатор, который... Амортизирует, и тем самым мы с пятки с этой же и бежим, создавая огромное давление на межпозвоночные диски, на колени, на все суставы. То есть бег это вообще отдельный разговор. Да, нужно уметь. В первую очередь это очень важная тема. Есть специалисты в Кирове, которые действительно могут научить бегать. Да, да, да. И пользуясь, да, возможно, сразу расскажу о том, что в это воскресенье будет прекрасная возможность научиться бегать, посмотреть, как люди бегают, авиатские холмы, у дворца пионеров. Ты слышала, да, об этом? Нет, к своему стыду. Я слышала, что вятские холмы, они где-то есть, они где-то должны быть. Да, вот в это воскресенье слово будет мероприятие. Так что, Настя, приглашаю тебя тоже, приняйте участие. Ой, я обязательно постараюсь быть. Там есть небольшие дистанции по 2 километра. Так что если кто-то еще не зарегистрировался, приглашаем к регистрации. Но вообще будет довольно-таки большой, интересный и классный праздник. Много народа, очень весело, музыка, вкуснятины всякие. И, конечно же, медали каждому финишировавшему, медали уже закуплены. Все по порядку, все по плану идет. Здорово, здорово. Приглашаем. Надо обязательно, да. День кардио как раз у меня запланирован. Вот, вот, прекрасный шанс. Вот, да. Поэтому бег – это отдельная у нас история. Да, по бегу были уже эфиры у нас отдельно, мы еще потом обязательно поговорим, потому что тема на самом деле сложная. Да, и есть люди, которые считают, что бег – это на самом деле травмоопасная история. Есть люди, которые считают об обратном, что если правильно бегать, это не только не ухудшает здоровье, но и улучшает здоровье. Улучшает. Как, в принципе, любой вид спорта. Да. Да, если его правильно использовать. Да, да, да. Это инструкция по применению. То есть, конечно, любое через, любое перья – это шаг в сторону травмы. И, да, без должного умения туда идти все-таки не надо, поэтому мы говорим. Лучше подприсмотрим. Поэтому сегодня с Анастасией мы обсуждаем те виды активности на улице летом, которые может попробовать на себе каждый. Да. И вот как раз возвращаясь к боли. Как ее предупредить? Если мы говорим о тренажерном зале и боли мышечной, да, вот эта крепатура, которая возникает во время тренировки, то это хорошо, и это… Крепатура слова, поясни, пожалуйста. Поясню. Это вот как раз та боль, которая возникает во время тренировки. И после тренировки это мышечные ощущения. То есть, натруженность, небольшая зажатость мышц, да, одеревнение. Можем здесь слово применить? Ну, в какой-то степени да. Но это не то, что одеревнение, а именно вот это вот болевое ощущение мышц. Но это тоже бывает разно. После и во время тренировки. Да. То есть, ну… Особенно после тренировки. Особенно, да. День-два – это прям потрясающее ощущение. Да, да, да. Но здесь очень мне нравится высказывание одного спортсмена, бодибилдера. Не всё, что болело, росло, не всё, что росло, болело. Да, да. Поэтому на боль во время тренировки мы ориентируемся. То есть, это хороший показатель, это знак того, что вы выкладываетесь, работаете. Да, да, а боль после тренировки, она может быть, может не быть. Это индивидуальные особенности организма – раз. И, во-вторых, это уровень тренированности организма – два. Ну, как у нас обычно на групповых тренировках, например, если не болит, значит, непонятно, чем мы делали. Ну, не всегда так, не всегда. А боль во время, вот, после ходьбы, после плавания, после велосипеда, ну, понятно, велосипед, тут ещё могут поболеть ноги, а от ходьбы я сомневаюсь, что у вас будет что-то болеть, даже если вы очень долго ходите там. Может быть, неправильная обувь, может быть, всё, что угодно. Да, об этом это отдельно тоже. Да, ещё можно про боль добавлю. Верно ли утверждение, что боль, та, которая, ну, благодатная, да, вот от тренировки, от, действительно, от пользы тренировки, это то, что вот такое вот не сильно, но постоянно о себе напоминает. А боль, если она предвестник травмы какой-то или уже последствия травмы, она будет острее? Да, есть такое мнение. Я бы не сказала, что это даже предвестник травмы. Ну, травма не всегда бывает с предвестниками, особенно на тренировке, если мы опять-таки к силовой возвращаемся. Травма, она, как правило, не разогрелся, потянул связку, не разогрелся, потянул мышцы. То есть она вот раз, и ты её уже чувствуешь, её сложно не почувствовать. Если что-то постоянно беспокоит, то это тоже, ну, уже такая история, которую надо вести к врачу. Какой был вопрос, напомню, ещё раз? Да, мы говорили с тобой про болевые ощущения при ходьбе. Возможно ли они? Возможно, конечно, возможно, но маловероятно, в общем-то. Тут мы, да, можем, если говорить вот о какой-то неправильной обуви, или вы долго, если ходите. А так вообще ходьба довольно нетравмоопасна и показанный всем практически вид активности. Опять-таки базовой активности, которая позволяет нам потратить чуть больше калорий. То есть при этом, конечно, если мы будем заедать, приходить домой, вот мы пришли с работы до дома, значит, зимой мы не ходили, а летом мы пришли. И думаем, так, у нас базовая активность уже повыше, дай-ка я тут картошечки жарю на себе. То есть уже отработала, да, и сейчас всё заслужила? Нет, так оно, конечно, не работает, потому что по расходу калорий, у меня даже тут я выписала, это не такие большие цифры. Конечно, они зависят от индивидуальных ваших данных, от того, что мы имеем. Это пол, возраст, вес исходный, это, конечно, скорость ходьбы, поэтому ходьбу мы рекомендуем быструю, то есть такая вот, как будто вы опаздываете на работу всё время, ну, примерно 6 километров в час. И желательно, чтобы это была ходьба по пересечённой местности, то есть где-то мы пошли в горку, где-то мы пришли по песочку. Ну, некоторые места в городе считаются, я думаю, что пересечённой местности, учитывая поребрики, бордюры, светофоры, то есть всё равно там есть постоянные препятствия. Ну, и Киров у нас, особенно в центре, он довольно холмистый, где-нибудь по Ленину, вверх. Ну, так вот, и по калориям, что можно сказать, если ваш вес довольно высокий, там, за 80 килограмм, то даже при медленной ходьбе достаточно, 4 километра в час, это может быть порядка, там, 250 калорий за час, за час. Но вот в одном темпе, в таком более-менее, то есть, конечно, он чуть превысится, этот расход калорий, если вы будете, опять-таки, идти в горку, чуть добавлять темп, чуть замедлять. То есть, тут мы уже говорим об интервальной тренировке. Интервальной тренировке тоже интересная тема, и об этом можно ещё поговорить как раз на велосипеде, когда мы, например, ездим. Когда мы доберёмся до велосипеда. Когда мы доберёмся до велосипеда. Ещё вопрос, Настя, у меня по поводу ходьбы. Ты упомянула о том, что перед тренировками обязательно нужен разогрев мышц, да, какая-то элементарная работа над ними. Перед ходьбой нужно ли разогреваться? Да, конечно. Ну, если вам очень хочется, вы можете разогреться. А так, в принципе, это физиологическое движение наше, которое мы делаем каждый день. Мы же не разогреваемся перед каждым движением, которое мы совершаем, поэтому, ну, какой-то специальной подготовки нет, конечно, не требуется. Да, ну, лучше начинать. Ну, ты говоришь, что главное, чтобы сжигали жиры нехорошие, да, ненужные нам, нужно идти быстро, 6 км в час. Ну, достаточно такой, достаточный темп. Да, ну, наверное, лучше не срываться с места прям сразу, а сначала потихонечку. Ну, конечно, да. Особенно те, кто там особой активностью в течение года не отличался. Вот ещё, кстати, про то, чтобы расходиться и размяться. У меня всплыла такая в голове информация. Есть ещё утренние сковывающие боли. То есть, вот если вы, например, утром встали, и вы чувствуете, что вам неприятно, дискомфортно в суставах, то мы здесь уже тоже говорим о заболеваниях суставов. Если это у вас есть, то вам пора бы сходить тоже к врачу проверить суставы. И вот в таком случае стоит ли разогреваться, да, вот только мы об этом можем говорить, что здесь вы, конечно, вы можете проделать небольшую суставную гимнастику. Что из себя представляет? То есть, это физиологические движения просто в тех суставах, которые вас беспокоят, ну, или лучше вообще в любых. То есть, можно даже лёжа в кровати, потянулись, сделали несколько круговых движений, локтевые, колебные суставы, плечевые. Осторожно, чтобы щадящие, не было болевых ощущений при этом. Да, да, да. То есть, потихонечку мы начинаем так вот расхаживаться. Но это в основном бывает у людей в возрасте. То есть, у молодых людей это надо постараться, чтобы заработать себе всякие артриты, артрозы. Ну, для людей в возрасте, наверное, ходьба – это один из самых реальных, да самых возможных, самых любимых видов артритической активности. Да, сейчас ещё скандинавская ходьба очень популярна. Вот, да, как раз к этому и виду. Но скандинавская ходьба тоже… Мы сейчас учимся в группе, как раз таки, где я уже говорила, что в Вятгу учусь на физкультуре и спорте. В группе у меня есть инструктор по скандинавской ходьбе. Она говорит, что ходят, да, все бабушки, дедушки, и сколько вижу, говорит, все ходят неправильно, но ходят, и это уже хорошо. То есть даже так можно ходить неправильно, да, даже с палками? Ну, знаешь как, любая тренировка – это лучше, чем её отсутствие. То есть они ходят с палочками, почему бы и нет, пусть ходят. Но другое дело, что у скандинавской ходьбы, у неё на самом деле очень много всяких подводных камней, то есть там должны быть особенные палки, это не просто лыжные палки, которые мы взяли. Там должны быть специальные палки, там должна быть специальная техника. И дело в том, что не то, чтобы вы сделаете себе хуже, если будете ходить неправильно, а дело в том, что если вы будете ходить правильно, то у вас будет работать больше групп мышц, то есть вы потратите больше калорий и вообще, в принципе, более… И это прекрасная тренировка сердца, сердечные мышцы. Да, лучше разовьёте вот как раз сердечно-сосудистые и все остальные системы, органные системы. Да, поэтому рекомендуем, но опять-таки осторожно и лучше проконсультируйтесь. Да, лучше, конечно, всё начинать с инструктора. Особенно, если возраст элегантнее уже. Несколько слов об обуви для ходьбы. Обувь для ходьбы. Ну, у нас вообще стопы – это такой субъект в организме, за которым нужен особый уход, потому что стопа – это основа позвоночника, наверное. Вы слышали такое выражение? То есть стопа, почему говорят, что это основа позвоночника? Если у нас есть какой-то перекос, плоскостопие, здесь под удар. Дальше у нас идёт, всё выстраивается как пирамиды. Коленный сустав, дальше тазобедренный. И уже перешло с таза, идёт… То есть фундамент поплыл, поплыл, поплыл и всё. Да, фундамент идёт неправильно, истирание межпозвоночных дисков. Вот, и почему мы здесь говорим о том, что нужна какая-то специальная обувь? Если уже у вас есть проблема с тем же плоскостопием, например, ну, с этим, конечно, к ортопеду, и он вам сделает соответствующую диагностику и уже подберёт стельки, чтобы вы не усугубляли проблему. Если проблемы нет, то тоже, в принципе, обувь мы стараемся подбирать не на плоской подошве, смотрите, чтобы вам было комфортно в первую очередь. Ну, и, конечно, стельки ортопедические, да, какие-то, наверное, базовые они тоже есть. То есть обязательно, чтобы можно было мягонько ходить, да, чтобы амортизировались эти вот камушки, которые на улице, и чтобы они не чувствовались с тобой. Вот насчёт мягонько тоже тут спорный такой вопрос, потому что на одном из семинаров, на котором я участвовала тоже, у нас его вёл мастер спорта по лёгкой атлетике, он как раз-таки говорил про эти амортизаторы в кроссовках, но он говорил именно про лёгкую атлетику, что у бегуна, например, их быть не должно, потому что это как раз-таки провоцирует неправильную технику бега, когда он бежит с пятки, не чувствует боли, поэтому, может быть, и не должно быть сильно вот этой вот подошвы огромной. То есть всё, всё в меру. Всё в меру. Ну что, про ходьбу, я думаю, что достаточно понятно, что это такое, и почему этим стоит заниматься, особенно летом, да и, в принципе, в любое время года, наверное, если потеплее одеться. Да, ходьба, она очень благотворно влияет, вот мы ещё раз оговоримся, сердечно-сосудистая система, снабжение органов и тканей кислородом, а там уже, где есть снабжение крови кислорода, там уже жизнь. Где этого нет, там... И жизни нет. Да, там всё не очень хорошо, там нет выведения токсинов и продуктов распада. Да, конечно, здесь же мы уже будем говорить и о депрессии, и о невыведении кортизола, гормона стресса. Вот, поэтому лучше, конечно, двигаться. Любая физическая активность – это улучшение настроения, самочувствие, энергетики и всего-всего. Велосипед. Велосипед. Тоже анонсирую сразу, не знаю, Настя, ты в курсе или нет, что 26 мая будет велопарад в городе Кирове. О, как. Киров спортивный город прямо у нас. Прямо, да, каждые выходные у нас что-то сейчас будет. Здорово. Вот, так что здесь уже мы стартуем от Большого Глобуса и финишируем на Театральной площади. И на площади тоже будет очень даже весело и многолюдно, и живо. Очень интересно. Вот так что тоже приглашаем. Ой, обязательно я постараюсь быть, я стараюсь как-то следить за спортивной жизнью города. У тебя есть велосипед? К сожалению, нет. У меня, как у Печкина. То я почему злой был? Ну вот я пока злая, потому что у меня велосипеда нет. А потом я еще добрее стану. Вот тоже Печкин, вроде бы, да, говорил тоже, что физическая активность приносит свои результаты положительные. Да, да, да. Все с детства закладывается. Итак, велосипед. Итак, велосипед. Чем же он хорош? А велосипед хорош у нас ровно тем же, тем, что он также увеличивает у нас кровообращение, увеличивает капиллярную сеть, увеличивает объем легких. То есть, чем больше у нас легких, тем больше мы можем вдохнуть воздухом. Кислород, да, в организм послать. А чем больше снабжение кислородом, тем, опять-таки, меньше депрессии, больше выведения продуктов распада и так далее. Тому подобное. То есть, сплошные плюсы. И к тому же мы можем потратить на велосипеде от 250 до 800 калорий в час. То есть, калории уже побольше затрачиваются? Калории уже побольше. Но здесь мы опять говорим о том, что в зависимости от того, как вы едете, конечно. Если мы едем по пересеченной местности, может быть, это пляж или какая-то галька, или вы едете в горку, то, конечно, сопротивление больше, ехать вам сложнее, затратите вы калорий больше, чем если вы едете просто медленно и в одном темпе. Опять-таки, мы говорим об интервальности, интервальной тренировке. Они всегда сжигают чуть-чуть больше калорий, так как разгоняют наш обмен исчезнов, разгоняют метаболизм. То есть, тоже можно проделывать и в зале, например, на беговой дорожке. Но вот на улице нам это сделать даже проще. Потому что вы тут сами регулируете себя. Да, да. Сами скорость выбираем. Соответственно, на велосипеде можно немного проехать медленно, раскачиваясь. Потом можно зарядить хорошую скорость, конечно же, осторожно, соблюдая все правила техники безопасности. И дорожного движения. В шлеме обязательно, в наколенниках, на локотниках. Да? Правильно я говорю? Конечно, конечно. Вот, да, правила обязательно лучше почитать. Об этом очень много информации сейчас есть, как правильно ездить, где можно ездить. Сейчас информацию любой очень много. Да, лучше всего в парках, там, где нет большого количества автомобилей, большого количества людей. И вот туда прям можно выехать и кататься себе сколько угодно. Ой, а еще велосипед, это же очень экологично. Да. Сейчас это очень модно. Скоро акции на работу на велосипеде. Да. Не помню, когда. Ну, ничего страшного, уже и так очень много информации сегодня изложила ценный. Ну, так вот, экологичность и экономичность самое главное. То есть велосипед это намного дешевле, чем автомобиль. Совершенно верно. Стоит об этом задуматься. Совершенно верно. И в обслуживании, и не требует подзарядки бензином. Красота. А к тому же, насколько я понимаю, помимо того, что сжигаются калории при езде на велосипеде, еще тренируются мышцы. Да, конечно. Ну, здесь тоже, что важно понимать, что при разной скорости, например, можно либо сжигать калории, либо больше напрягать мышцы. То есть чем быстрее вы едете, тем больше у вас работают мышцы ног. Будем так говорить. Еще что хорошо при езде на велосипеде, ну и вообще при любой физической активности, также вот при кардио, например, если мы говорим о ходьбе, у нас увеличивается объем сердца и частота сердечных сокращений, она немножко уменьшается. То есть у здорового человека это у нас примерно 65-70 ударов в минуту, а у спортсмена есть такое даже понятие, как брэдикардия спортивная, когда объем сердца большой и сердце сокращается чуть реже. Соответственно, износ... Мы его экономим. Да, да, износ, он уменьшается, сердечные мышцы, а сердце это наш двигатель. Да, продлеваем жизнь себе, активное долголетие. Да, 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 да. Что еще про велосипед мы интересного можем сказать? Про велосипед что мы можем интересного сказать? В общем-то, все то, что мы уже выше сказали про ходьбу, только еще, наверное, в двойном объеме все это происходит, потому что все-таки велосипед, он будет более энергозатратен. Что тоже является для многих плюсом. Да, безусловно. Но также мы после тренировки, а, не тренировки, после физической активности. Да, после физической активности, после езды на велосипеде, мы, конечно, это картошкой жареной не заедаем, вот, стараемся все-таки поддерживать питание. И употребляем воду, лучше до тренировки, после, не тренировки, пьем водичку и во время, чтобы не было обезвоживания. Это касается и ходьбы в том числе. Да, и ходьбы в том числе. Вообще у нас, конечно, нормы по воде, я не буду называть какие-то конкретные цифры. Потому что у всех они индивидуальные. У всех индивидуальные. Зависит также от пола, возраста, зависит от вашего артериального давления. Потому что некоторым, может быть, и не надо разжижать кровь чрезмерно, так как кровь от употребления большого количества воды, она немножко разжижается, увеличивается ее количество в кровяном русле. Поэтому нужно исходить от своего самочувствия. Если вы чувствуете, что у вас отечность появляется, ну, не надо перепивать. Вот. И хотелось бы еще о плавании несколько слов. Потому что все-таки плавание... Это наше все. Но это не то, чтобы наше все, но это является, помимо ходьбы и велосипедом, еще и методом восстановления. То есть если мы можем говорить о противопоказаниях, как в ходьбе, так и в тем более велосипеде, да, езде на велосипеде, то плавание более благоприятно для позвоночника, например, потому что мы исключаем здесь осевую нагрузку. В отличие от всех остальных видов активности. Мы все время находимся вертикально. Либо мы стоим, либо мы сидим, либо мы бежим. Да, давление на межпозвоночные диски. На суставы. Ну, да, суставы, само собой. В плавании мы находимся горизонтально в поверхности земли. И здесь мы говорим о равномерном развитии мышц. Но если это не какой-то спортивный кроль, например, а вы просто любитель, вы пришли плавать, то это отличный способ привести в тонус все мышцы тела. Это отличный способ, опять-таки, увеличить объем легких. Но если мы не стоим в бассейне у бортика, да, 40-50 минут, а вот мы пришли 4-5 раз в неделю, 40-50 минут мы поплавлен, может быть, даже с перерывами, ничего страшного, может быть, даже с какими-то поддерживающими устройствами, агрегатами, что-то имеется у нас в бассейне. Вот. И плавание подходит также и беременным. То есть вот они. Да, и даже специальные программы акваэробики для беременных, для малышей, которые вот только-только на свет появились. Вообще вода такая интересная очень субстанция. Все мы оттуда пришли, поэтому с водой надо дружить. Она еще, помимо всего прочего, чем хорошо водное занятие, улучшает состояние кожи. То есть вот это вот трение с водой, оно все равно существует. И здесь мы можем говорить об улучшении микроциркуляции и даже избавлении от целлюлита. Только так. Это, конечно, не волшебная таблетка, не стоит думать, что... Как дополнительное средство, там можно использовать. Но как дополнительное средство, да, вполне себе все в борьбе с целлюлитом все средства хороши. Совершенно верно. Ну и, конечно же, хочется добавить пару слов все равно о питании, потому что это основа основ. У нас вот два кита... Буквально пару. Буквально пару. Как всегда мы с Настей не успеваем все сказать, что мы хотели. Потому что очень много же хочется сказать про физическую активность. Ну так вот, два кита, на которых состоит это расход и потребление. И вот потребление, оно должно быть качественным. То есть продукты, которые вы употребляете, они должны давать вам жизненную энергию, должны быть чистыми, здоровыми. То есть нам ни к чему вот фастфуд, он все-таки лишний. Даже я не противник того, чтобы делать это раз в неделю, ну если очень захотелось. А вообще для жизни... Для разгрузки эмоциональной даже. Да, а вообще для жизни он не нужен. То есть для того, чтобы вам жить здорово, качественно и даже вкусно. То есть правильное питание – это не греча с курицей. Его можно разнообразить. Даже греча с курицей можно очень вкусно. Да, конечно, я вообще ее обожаю, но почему-то все ее очень боятся. Для того, чтобы жить вам качественно, вкусно и здорово, нужно очищать максимально свой рацион. То есть убирать оттуда все ненужные продукты. И хотелось бы, наверное, подытожить тем, что чрезмерное потребление, вообще такое вот чревоугодие даже мы можем это назвать. Это ведь большая агрессия против окружающего мира, как живой, так и неживой природы. Потому что у нас везде есть баланс. Вселенная, она вообще гармонична. И нарушая этот баланс своим переупотреблением, мы нарушаем баланс. Да, совершенно верно. Даже Киплинг в Маугле писал, что мы убиваем столько, сколько мы готовы съесть. Да, да, да. А сейчас у нас история такая в современном обществе переупотребления и перенасыщения. Поэтому постарайтесь слушать свой организм, что мне хочется добавить. И тогда вы не будете употреблять то, что вам не нужно. Это касается не только еды. Это касается абсолютно всего. Да, всё должно быть с меры, во всём должен быть баланс, гармония. Да, и тогда, как Анастасия уже говорила, энергия, радость, гормоны счастья будут в вашем организме всегда повсеместно. Да, и лето будет счастливым, весна пройдёт счастливо, да, её окончание такое хорошее, тёплое. Счастливо и легко, без лишнего, без утяжеления. Совершенно верно. Так что легко встречаем лето. Да, это была программа сферой спорт. Максимально, коротко постарались мы с Анастасией рассказать сегодня об активностях летних, не тренировках. Не забываем тоже, что летом хорошо тренироваться на улице. Не забываем, что если стремитесь к результату, то нужно помнить ещё... К ремонию пропорций, да. Да, всё в меру, опять-таки, и про зал не нужно забывать. Там есть именно те упражнения, которые будут полезны вашему организму. Консультируйтесь с специалистами, занимайтесь спортом и будьте счастливы. Да, будьте здоровы. До свидания. До свидания.